Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шары. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Просторный, комфортный, современный. Именно таким получится детский сад, который возводят у дома номер 120 по улице Старозагора, обещают подрядчики. Работы ведутся по нацпроекту «Демография». Новое дошкольное учреждение примет 240 детей, в том числе 80 ясельного возраста. Уже выполнены работы по устройству фундамента и оснований, несущих конструкций и наружных кирпичных стен. Основные силы задействованы на внутренних работах. Когда позволит погода, начнется и внешнее благоустройство, и монтаж игровых площадок. Все обещанные подрядчикам работы ведутся. Увеличено количество людей на этой стройке. Уже приступают к отделочным работам. Сейчас проверили график, они совершенно точно идут в графику, а по некоторым позициям даже с опережением. Идет и строительство бассейна в Куйбышевском районе. Здесь также закончили фундамент, подведение наружных коммуникаций, завершают устройство внешних стен. В некоторых комнатах началась и внутренняя отделка. А главный элемент здания – бассейн с шестью плавательными дорожками – пока ожидает своей очереди. Для его устройства нужно завершить подготовительные работы. На сегодняшний день идут подготовительные работы к обустройству самой чаши бассейна. Через две недели мы приступим к гидроизоляции, ну и далее уже к отделочным работам. Торопиться с этим делом мы сильно не будем, потому что это достаточно серьезный конструктив. К июню месяцу будем готовы заливать воду. Готовность и бассейны, и детского сада – около 40%. Сдать в эксплуатацию оба учреждения должны осенью 2023 года. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре идет подготовка к ремонту улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчики начали устанавливать щиты, на которых размещена основная информация для горожан. Всего в 2023 году по нацпроекту в областном центре отремонтируют 42 улицы. Подробности в репортаже Светланы Тимофеевой. Сегодня утром на улице Ирошевского появился желтый щит. Это значит, что в этом году здесь начнется ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На щите размещена основная информация для жителей областного центра. Данные о заказчике и подрядчике, с которыми заключен муниципальный контракт на ремонт, контактный номер телефона, подрядная организация, протяженность участка дороги, на котором будут укладывать новое асфальтобетонное покрытие, сроки работ. По опыту прошлых лет люди звонят и задают компетентные вопросы по поводу, в какие конкретно сроки будет производиться ремонт на том или ином участке данной автомобильной дороги, чтобы заранее предусмотреть парковку своих транспортных средств, либо пути объезда. На предложение замечаний горожан подрядчики стараются реагировать оперативно и принимать необходимые меры. Обратной связи с жителями уделяется не меньшее внимание, чем подготовке к сезону и дальнейшим ремонтным работам. В 2023 году улицу Ирошевского отремонтируют на участке от Маломосковской до Новосадовой. Это порядка полутора километров. Полностью перекрывать проезжую часть не станут. Движение будет организовано по свободным полосам, а работы будут проводиться преимущественно в ночное время. Для обновления проезжей части по всей ширине намерены использовать высокопрочную щебеночно-мастичную смесь ЩМА-16. На Ирошевского, кроме жилых домов, расположены учреждения дошкольного и школьного образования и другие соцобъекты. Поэтому, не дожидаясь старта основных работ, дорогу здесь, как и по другим адресам, стараются поддерживать в нормативном состоянии. Для этого в рамках содержания улично-дорожной сети выполняется аварийный ямочный ремонт. На улице Ирошевского литым асфальтобетоном работы велись минувшей ночью. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре в этом году будут отремонтированы 42 улицы, общей протяженностью около 43 километров. С учетом последних корректировок, в перечне объектов для обновления вошли мост «Южный путепровод», в створе улица «Аврора», улица «Шоссейная» и другие. По результатам мониторинга были скорректированы планы, но в результате этих корректировок не пострадал ни экваменитраж, ни метры квадратные, которые мы собираемся отремонтировать, ни количество улиц, поэтому у нас все идет по плану. И данные корректировки позволят отремонтировать наиболее разрушенные участки автомобильных дорог. Перед началом масштабной ремонтной кампании идет активная подготовка. Помимо установки информационных щитов продолжают геодезическую съемку улиц, закупают материалы. Бригады уже сформированы. Также подрядчики и городские власти согласовывают планы с ресурсоснабжающими организациями. Прежде чем организация-подрядчик выйдет на замену асфальтобетонного покрытия, данный участок автодороги согласовывается с ресурсоснабжающими организациями в части того, чтобы не было произведено уже после замены асфальтобетонного покрытия каких-то вскрытий. Все работы по перекладке инженерных коммуникаций произведены будут до устройства нового асфальтобетонного покрытия. Синхронизацию работ обсудили на совместных совещаниях. В частности, один из объектов, где предстоит приводить в порядок трубы, это улица Береговая. Она входит в перечень объектов ремонта на средства нацпроекта. С началом дорожного строительного сезона в первую очередь подрядчики приступят к работам на Южном мосту, путепроводе Авроря, на улицах Береговой и Уральской. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжаются работы по строительству новой станции метро. Их контролирует региональный заказчик и администрация города. Сейчас на Галактионовской находится кран грузоподъемностью 750 тонн. Он необходим для дальнейшего монтажа тоннеля проходческого механизированного комплекса, элементы которого доставляют на стройплощадку. После того, как эти работы завершат, на Галактионовской кран перейдет в район Полевой и Новосадовой, где также будет занят в монтаже еще одного тоннеля проходческого комплекса. К этому времени в исторической части города после сборки ТПМК должны приступить к пусконаладке комплекса. Этот процесс включит в себя и первые 50 метров проходки. Но прежде предстоит регистрация объекта в Ростехнадзоре и получение разрешения на пуск счета на первом тестовом участке протяженностью 50 метров. В стартовом котловании на улице Галактионовской устроено ложе. Ведется монтаж рельсошпальной решетки для вагонеток, чтобы в дальнейшем вывозить грунт из тоннеля и в целом обслуживать тоннели-проходческий комплекс. Обозначен вход в будущий тоннель. Его диаметр будет порядка 6 метров. ТПМК по частям опустит автокраном на ложе. Сборка будет организована внизу, в котловании на участке, ближе к перекрестку улиц Галактионовской и Вилоновской. Горожанам напоминают, что ни одно столь масштабное строительство не обходится без неудобств. Но они временные. После ввода новой станции в эксплуатацию, город, его жители и гости региональной столицы получат массу преимуществ. Прежде всего, театральное свяжет удаленные районы с историческим центром Самары. В связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока в подземке, минимум на 15% планируется уменьшить интервалы движения поездов. Удобство. Нет пробок. Нет зря потраченного времени. Человек спустился в подземлю в одном месте, вышел уже на другом конце города. Из рабочего района можно добраться до центра города и посетить музей, площадь. В Красноглинском районе Самары проверили пункты временного размещения людей на случай паводка. Представители отдела гражданской защиты при администрации провели для сотрудников инструктаж. Сколько человек могут разместиться на таких площадках, узнал Михаил Ермоленко. В Красноглинском районе Самары находятся 8 пунктов временного размещения для людей на случай чрезвычайных ситуаций. Часть из них предназначены для помощи пострадавшим во время весеннего половодья. Как правило, площадки организовывают на участках, не подверженных подтоплению. В начале сезона, когда талая вода поднимает уровень реки и озер, в зоне повышенного внимания жилые массивы. У нас особо опасные участки. Это у нас в районе 41-го километра поселка Красная Глинка. Это Пискалинский взвоз, село Задельное частично. Что еще? Поселок Волжский. У нас имеются коттеджные поселки, где тоже частично возможно подтопление. Один из пунктов временного размещения находится в школе-интернате номер один поселка Южный. Он способен принять около 200 человек, взрослых и детей. Здесь для пострадавших организована квалифицированная медицинская помощь, спальные места, трехразовое питание. В начале весеннего сезона сотрудники администрации Красноглинского района проверяют готовность ПВР, а также проводят инструктаж среди персонала. Напоминают о правилах размещения и многом другом. Документации посмотрели и расположение вообще пунктов, групп наших, вот как правильно расположить в нашем учреждении. Я считаю, что это и нужно делать, потому что ситуаций много в жизни бывает, тем более таких сложных ситуаций, и надо, чтобы мы были готовы к этому. Ранняя весна и высокие для марта температуры привели к половодью по всей России. В Поволжье и на Урале снег тает очень быстро, из-за чего реки выходят из берегов. В Самарской области в результате обильного таяния снега подтоплены 46 приусадебных участков, 3 низководных моста и 1 участок автодороги. Главное управление МЧС России по региону ежедневно мониторит паводковую обстановку. В Оренбургской области в двух районах вода поднялась уже до 6 метров, 6 человек там были эвакуированы из трех домов. А в Волгоградской области в селе Сидора из подтопленных домов эвакуировано уже более полутора десятков человек. Из берегов вышла река Тишанка. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. О весеннем половодье, которое накрыло многие регионы России, сегодня говорили и на пресс-конференции, которая прошла с участием сотрудников МЧС и метеослужбы. Как справляются с паводком в Самарской области и какие меры предпринимают для того, чтобы регион не оказался во власти водной стихии, узнала Александра Гусева. Рано наступившая весна, высокие температуры воздуха, быстрое таяние снега и, как следствие, паводок в черте региона. Если в Самарской области ситуация более-менее стабильная, то в других регионах страны весеннее половодье уже успело нанести серьезный ущерб населенным пунктам и приусадебным участкам. Особенно пострадали Оренбургская и Волгоградская области. Жителям, проживающим вблизи водоемов, пришлось покинуть свои дома. Одни перебрались к родственникам, другие – в пункты временного размещения. Были и те, кого пришлось эвакуировать. В Самарской области при относительно спокойной обстановке есть локации, где пик весеннего половодья пришелся именно на середину марта. По нашему прогнозу, максимальный уровень весеннего половодья на реках области ожидается высшей среднем многолетних значений на 25-170 сантиметров. На сегодняшний день паводок по малым рекам проходит по максимальному уровню. На это повлияло не только резкое таяние снега, но и другие факторы – уровень осеннего увлажнения и промерзания почвы, количество выпавших осадков. Кроме того, в 2022 году зима началась позже обычного. Первый снег выпал в декабре, почва сильно промерзла. Земля плохо впитывала влагу, и это привело к скоплению воды на поверхности. По словам начальника главного управления МЧС по Самарской области, подтопления жилых территорий водами от таяния рек были зафиксированы только 14 марта. События, предшествующие этой дате, связаны именно с одномоментным таянием снега. Что мы имеем на сегодня? На территории 12 муниципальных образований остаются подтопленными 6 низководных мостов. Это все прогнозируемые мосты, они специально построены для пропуска паводковых вод. 45 жилых домов, 278 приусадебных участков, 3 участка автомобильных дорог в Волжском районе и в Сызованских районах. Благодаря своевременным прогнозам, спасательные службы Самарской области смогли вовремя провести все необходимые мероприятия. В том числе и предупредить жителей муниципальных образований о потенциальной угрозе. Режим повышенной готовности установлен в Ставропольском, Кворостянском, Волжском и Красноармейском районах. В настоящее время необходимости эвакуировать жителей нет. Главное управление МЧС России по Самарской области проводит ежедневный мониторинг паводковой обстановки в регионе. Александр Гусева, Николай Сидоров, События. Инспекторы ГИМС продолжают проводить ежедневные профилактические рейды на реках и озерах региона с целью предупреждения жителей об опасности выхода на весенний лед. На этот раз специалисты проинспектировали Самарскую набережную, где в очередной раз напомнили жителям города о том, что в период весеннего половодия необходимо соблюдать правила безопасности на водоемах. Тему продолжит Елена Чернявская. Лед на Волге уже потерял прочность, а вдоль береговой линии образовалось множество промоин. С целью предупреждения жителей об опасности выхода на весенний лед сотрудники МЧС проводят регулярные профилактические рейды. Сегодня такой прошел на набережной реки Волга в районе Ладьи. В черте городского округа Самара при патрулировании граждане все стараются вести себя безопасно. И стало быть административные комиссии, которые уполномоченные составляют эти протоколы об административной ответственности, их у нас ноль. То есть по городскому округу Самара за зимний период четыре было составлено таких протоколов по области. Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона, что необходимо строго соблюдать меры безопасности. Во время пребывания у водоемов нельзя выходить на прибрежный лед, особенно в темное время суток и при плохой видимости. Основная опасность ледовой обстановки в весенний период – непрочность рыхлого, напитавшегося водой льда, который может разломиться под ногами абсолютно неожиданно. Приведу статистику, за истекший 2022 год было зафиксировано 83 происшествия, в результате которых 60 человек, к сожалению, погибло, в том числе трое детей. 75 человек было спасено. В наступившем 2023 году у нас зафиксировано два происшествия, три человека спасено. С начала весенних каникул особое внимание следует обратить родителям на то, как проводят время дети. Необходимо провести с ними беседы и разъяснить опасность выхода на лед. Не стоит проверять его на прочность, прыгая и стуча ногами, в том числе у берега, так как отколовшиеся льдины могут течением унести человека на середину реки. Самая большая опасность, если человек провалился под лед, это переохлаждение. И после сильного переохлаждения, конечно, наступает смерть. Что же делать, например, если вы все-таки провалились под лед? Самое главное – не паниковать. Паника здесь ни к чему не нужна. Можно громко позвать на помощь, попытаться ухватиться за кромку льда с той стороны, откуда вы, например, пришли. Во время рейда прохожим вручили памятки о безопасном нахождении у воды, рассказали о подручных средствах спасения. Самарцы к советам спасателей относятся с пониманием. Люди, может быть, не слушают, не смотрят, и идут, смотришь, когда еще лед тонкий, они уже идут. Это очень опасно для жизни. Я думаю, что это нужно проводить, такие рейды. Особое внимание спасатели в весенний период направляют на любителей рыбалки и детей. По словам специалистов, всегда находятся те, кто не только беспечно относится к рекомендациям и предупреждениям, но и готов рискнуть собственной жизнью. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Информационные стенды, посвященные СВО, появились в библиотеках Самарской области в рамках сетевого проекта публичных библиотек региона «Сила в правде». На них представлены как документальные, так и художественные книги о Великой Отечественной войне. А сегодня в Самарской библиотеке номер 8 прошел урок для учащихся колледжа, посвященный спецоперации. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Ученик 9 класса Самарской школы 58 Николай Федотчев в Самарской библиотеке номер 8 на Николая Панова работает волонтером. А сегодня пришел туда на урок, посвященный спецоперации. Час истории, по теме это не должно повториться. В рамках сетевого проекта публичных библиотек региона «Сила в правде», направленный на информирование жителей Самарской области об истоках нацизма, причинах и целях спецоперации. Его проводили для студентов Поволжского государственного колледжа. Я считаю, что такие уроки истории должны проводиться для того, чтобы молодое поколение не забывало о подвигах своих предков, своих дедов, прадедов. То, что фашизм – это на самом деле очень страшное явление, и в будущем будущие поколения не должны исказить историю, и он больше не должен ни в как проявляться. Но чтобы этого не произошло, мы должны помнить старые события, которые происходили, будь то концлагеря, холокост. Такие уроки в самарских библиотеках будут проходить регулярно. Кроме того, по поручению губернатора Дмитрия Азарова, в библиотеках Самарской области появились стенды, посвященные СВО. На них представлены как документальные, так и художественные книги о Великой Отечественной войне. Не только классика, но и современная литература. Мы очень много работаем по сохранению документов той войны, документов исторической памяти. Проводим тематические встречи, основная цель которых – проинформировать наших посетителей о тех современных событиях, которые сегодня происходят. О событиях, связанных со специальной военной операцией, почему она была необходима. И поэтому мы среди первых включились в работу в рамках проекта сетевого публичной библиотеки Самарской области «Сила в правде». Отдельное место на стенде библиотеки занял роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Недавно книгу вернули в школьную программу. Она рассказывает о юных героях Великой Отечественной войны, которые близки по возрасту старшеклассникам и подвиг которых учат любви к родине. Виктория Шара и Григорий Плешаков. События. Памятник выдающемуся самарскому конструктору Дмитрию Ильичу Козлову перевезен на временное хранение в связи с началом строительства планетария. После завершения работы он вернется на территорию музейного комплекса «Самара Космическая». Напомним, что ели, которые росли около музея, также перевезли. Они находятся в питомнике. Сотрудники музея временно переместились в другой офис. Работа экспозиции пока приостановлена. Сегодня, 15 марта, свой день рождения отмечает председатель Самарской областной организации «Союза журналистов России» Ирина Цветкова. Уважаемая Ирина Владимировна, вы широко известны тем, что искренне всей душой болеете за свое дело. Благодаря вашей феноменальной работоспособности, желанию вникнуть в каждую деталь и умению объединять вокруг себя энтузиастов и единомышленников, Самарское рекотделение «Союза журналистов» стало одним из ведущих в стране. Вы известны как человек, открытый к новым идеям. С вашей поддержкой становятся возможные реализации самых амбициозных проектов. Вы пользуетесь авторитетом и уважением не только за профессиональные, но и за человеческие качества. Вас искренне любят за чуткость, деликатность и готовность поддержать коллег в самой сложной ситуации. Коллектив телеканала «Самара ГИС» поздравляет вас с днем рождения. Крепкого здоровья, неиссякаемого счастья и удачи во всех начинаниях. Футболисты Тольяттинского окрона вышли в полуфинал пути регионов Кубка России по футболу. Представители Самарской области – единственная команда на этом этапе, не представляющая Премьер-лигу. Баскетболисты Самары сохраняют шансы на попадание в плей-офф в своем первом сезоне в Единой лиге. Подробности в нашей спортивной рубрике. Футболисты Тольяттинского окрона вышли в полуфинал пути регионов Кубка России. Это единственная команда не из Премьер-лиги на этой стадии. В четвертьфинальном раунде они на своем поле переиграли московский локомотив. Основное время матча закончилось со счетом 1-1. На гол Макарова в первом тайме гости ответили лишь на 75-й минуте. Все решалось в серии пенальти. Точнее, били игроки окрона. 7-6. Однако, как выяснилось позже, результат матча не имел особого значения. В составе локомотива на поле вышел дисквалифицированный игрок, что является причиной для присуждения команде технического поражения. Баскетболисты Самары на выезде переиграли Астану и вернулись в зону плей-офф Единой лиги. Вопросы о победителе встречи гости сняли еще в первой четверти, завладев солидным преимуществом, которое увеличивали на протяжении практически всей игры. Лишь в четвертой четверти самарцы сбавили обороты и позволили соперникам немного сократить разницу в счете. 92-73. Уверенная победа Самары. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице. Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый раунд теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан Уэлси. Она уступила соотечественнице Варваре Грачевой 4-6-4-6. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. За это время Дарья ни разу не подала на вылет, совершила три двойные ошибки и выиграла четыре гейма на подаче соперницы. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Глава Самары Елена Лапушкина оценила качество работ по уборке снега и наледи в столице региона. Сегодня мэр города посетил Октябрьский район, проверив состояние уличной дорожной сети и качество уборки от снега и наледи, в том числе в районе школы номер 155. Вопрос безопасного передвижения школьников через проезжую часть по улице Артемовской был взят на особый контроль. На проезжей части будут установлены лежачие полицейские. Об этом рассказали в телеграм-канале Октябрьского района. В ходе объезда глава города также проверивал содержание территории по Молодогвардейской и Невской. Стартовал прием заявок для участия в районном творческом фестивале национальных культур в дружбе народов Единства России, говорится в телеграм-канале Промышленного района. К участию приглашаются жители города, дошкольники 5-6 лет, дети младшего, среднего и старшего школьного возраста, а также молодежь от 18 до 35 лет. Подать заявку можно по номинациям декоративно-прикладное творчество, хореография, вокальное искусство. Заявки принимаются до 31 марта. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. За ее оформлением одному из родителей нужно обратиться в МФЦ или воспользоваться региональным порталом госуслуг. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28. Заместитель председателя Городской думы Сергей Рязанов, представители Департамента городского хозяйства, прокуратуры и ГЖИ сегодня провели встречу с жителями Дома 92 по улице Алексея Толстого, сообщает в телеграм-канале Самарского района. В ходе общения были даны разъяснения по вопросам установки маяков на трещинах в здании для наблюдения за изменениями состояния дефектов, а также озвучены алгоритмы работы оказания содействия по коллективному обращению в организации одностороннего движения по улице Алексея Толстого. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова